Новый год, праздники, хорошее настроение. Это не знак того, что насчет борьбы с коррупцией нужно как-либо расслабиться, ослабить свою хватку. Нет, это делать нужно. И прямо сейчас мы об этом поговорим. Более подробно нам об этом расскажет Дарья Альтицян, студентка второго курса магистратуры Крымского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации. Доброе утро, Дарья. Доброе утро, Даша. С наступающим вас поздравляем. Расскажите, пожалуйста, что же за такой конкурс антикоррупционный проводился у вас в университете? Доброе утро, спасибо большое, взаимное поздравление. Проводился прокуратура республики Крым. Наша команда принимала участие в творческом номере с активным участием детей, потому что идея была заложена в том, чтобы воспитать в детях нетерпимость и честность. И, безусловно, чтобы они относились плохо к коррупции и не допускали ее в дальнейшей своей жизни. Также команда института взяла призовое место в брейн-ринге по антикоррупционному законодательству. А что надо было делать? Какие задания? Что за вопросы были? Расскажите. Во-первых, к первому этапу мы готовили целый видеоролик с участием наших студентов. И, во-вторых, это непосредственные представления при участии детей, также детей наших преподавателей. А, во-вторых, брейн-ринг — это, конечно же, необходимо изучать законодательство, проводить исследования, разбираться в нем. Как вы считаете, на детей направлена часть мероприятия? Так или иначе, я понял, удалось ли вложить необходимую информацию в их еще юные головы? Да, ввиду того, что подготовка велась непосредственно с ними, и принимали активное участие также и творческий коллектив «Маленькие дети-ангелочки», мы считаем, что, безусловно, это имеет свой вес, и они многое поняли. А на следующий, например, год такие мероприятия будут направлены, и, возможно, что-то новое добавится, исходя из того, что уже было? Спасибо за вопрос. Да, ввиду того, что уже проводился четвертый антикоррупционный форум в Крыму, и включает как и законодательную инициативу, видеоролики, какую-то рекламу антикоррупционную, конечно, будут новые требования, будет новая задача стоять перед государством, поэтому мы будем активно принимать в этом также участие. Мне кажется, что это очень сложная работа объяснить маленькому ребенку, что же такое коррупция. Как подойти к этому вопросу, например, наши телезрители, чтобы послушали, объяснили своим детям, да? Подойти, безусловно, педагогически, потому что мы проводим профилактику коррупции с дошкольниками в школьных учреждениях и также в институтах. Поэтому, безусловно, необходимо с большим вниманием объясняю, что в нашем обществе должны быть равные возможности для всех людей. То есть простым, доступным языком рассказать ребенку, что можно делать, а что нельзя. Безусловно, в рамках закона. Форум, вы сказали, четвертый раз проходил на полуострове. Откуда люди приезжают и насколько широк вообще масштаб этого мероприятия? Или это только для жителей полуострова? Он проводится по всей стране, в общем-то, и в до присоединения Крыма, Российской Федерации. Также мы включены в эту деятельность. Активно принимают участие Государственный совет Республики Крым, также студенты с законодательными инициативами и преподаватели, которые занимаются данными исследованиями. Даша нам рассказала за эфиром о том, что она сейчас студентка, учится на магистратуре. И мы хотели бы вам пожелать сегодня сдать зачет. А если вдруг нас смотрит преподаватель Дарьи, который будет принимать у нее сегодня зачет, мы хотели бы попросить, чтобы он не был уж сильно строг. Я уверена, что Даша подготовилась, но в любом случае сделать скидочку на то, что она очень рано сегодня встала, дала интервью на Первый Крымский и Крым-24. В общем, Даша, мы желаем вам всего наилучшего успеха в вашем деле. И поздравляем с наступающим Новым Годом. Спасибо большое. Дарья, у вас есть уникальная возможность обратиться к жителям полуострова. И не только, потому что смотрят нас и за пределами его. Пожелать наступающего Нового Года, хороших праздников. Чего сами захотите. Спасибо большое. Желаю всех счастливого Нового Года и Рождества, а также максимальной жизни без коррупции. То, что я и ожидал услышать от будущего юриста. Или, может быть, уже практикующего. Итак, Дарья, ни одного гостя из этой студии мы не выпускаем без памятной фотокарточки. Поэтому пройдемте. Так что вас тоже коснется эта участь. Мы сделаем прямо сейчас с вами фотокарточку на нашей... У нас в фотозоне. Заходите, пожалуйста. Так, вам придется встать вот здесь. Хорошо. Так, Стефан объясняет, что делать. Мы смотрим прямо на раз-два-три. Говорим с Новым Годом. Готовы? Раз-два-три. С Новым Годом! С Новым Годом!